Дамы и господа, я всех приветствую! Сегодня хотел бы немножко поговорить о своем опыте использования магнитных кабелей. Да, вы не ослышались, именно магнитных кабелей. То есть я сегодня буду говорить о всех тех кабелях, которые у меня были. Также в этом видео я расскажу немножко о том, какие у вас были претензии к кабелям. На основании не только моего опыта будет это видео построено, но и того опыта, который вы передавали в комментариях под основным видео, самым популярным видео на основном канале, то видео набрало 731 тысячу просмотров. Чтобы вы понимали, я просто в шоке. Поэтому, конечно же, так как это видео набрало так много просмотров, я решил некоторую реакцию и свое мнение вот такое ответное записать здесь на втором канале. Так вот, магнитные кабели, в чем их плюс, в чем их фишка, в чем их суть? Потому что некоторые считают, что это вообще бесполезная вещь. Конечно же, для кого-то это вещь бесполезная, но в основном люди, которые их покупают, они понимают причину и цель покупки. Смотрите, у вас есть USB-C порт, например. Да, им удобно там вставлять, можно любой стороной вставлять кабель, это понятно. Но если у вас micro-USB порт, то есть бывают разные ситуации. Бывает ты в спешке хочешь воткнуть кабель, бывает ты с просоним, бывает ты ночью хочешь воткнуть кабель, и ты можешь не сразу правильно его установить. Так вот, разбивается вот этот порт. И еще момент, это то, что не все люди заряжают нормально телефоны. Например, кстати, магнитные кабели можно использовать не только на телефонах, но и на планшетах, и в принципе везде, где есть порты. Так вот, когда ты вставляешь кабель зарядки, нормальный человек как делает? Он вставляет телефон, он заряжается, он его не трогает, рядом никто не бегает, но не у всех людей есть такая нормальная ситуация для зарядки телефона. У некоторых людей есть дети, некоторые люди работают там на производстве, некоторые, допустим, находятся там, где много всяких людей, и всякое может быть. У меня даже знакомая рассказывала, как ей разбила телефон уборщица, представляете? А вот у нее был системный блок, стоял, вот насколько сейчас помню эту историю, у нее был системный блок, на нем стоял телефон, лежал, телефон заряжался. Так вот, эта уборщица что-то там шваброй убирала там, или пыль протирала, я не знаю. Ну, короче, она зацепила кабель этого телефона, и он полетел вниз, и в итоге экран разбился. Так вот, это вообще совершенный нонсенс, которого ты не ожидал. Ты себе аккуратненько положил телефон, его никто не трогает, как ты думал. Ну, вот такое вот бывает. Если был бы магнитный кабель, то практически стопроцентная вероятность, что он бы просто отстегнулся, и ничего бы не произошло, экран остался бы целым. Это вторая причина, то есть первая причина, это то, что раздалбывается сам порт. Если USB-C еще более-менее можно воткнуть любым концом, но тоже не всегда есть возможность воткнуть там ровно, да, ну, всякое бывает. И я увидел у многих вот эти порты, даже USB-C, они такие побитые все, они все в царапинах, у них там все, ты вставляешь кабель, а он аж шатается. То есть вот такое вот бывает, и еще момент второй, подведем, да, такой итог, это то, что из-за того, что есть какие-то непредвиденные обстоятельства, кабель просто из-за того, что он жестко прицеплен к телефону, он просто-напросто потянет за собой телефон, если вдруг что-то произойдет. Это вот две основных причины, почему люди используют магнитные кабели. Ну, понятно, что некоторым удобнее еще просто кидать на зарядку, когда ты, допустим, домой приходишь, у тебя адаптер уже в розетке, потому что многие адаптеры из розетки не вытаскивают. Ну, допустим, адаптер в розетке, ты просто берешь кабелек, ставишь телефон, подносишь, хлоп, это красиво, это удобно, что-то новенькое. Некоторые писали в комментариях, что такой у них сценарий используется. Они кидают на зарядку кабель на ночь, и вот этот светодиод, который обычно светит, он является таким мини-крошечным ночничком. То есть там элементарно есть кабели, которые имеют такой мощный светодиод, что он там освещает полкомнаты, ну, грубо говоря. То есть это удобно, ты всегда видишь, где твой телефон, ты всегда можешь как-то на ощупь что-то сориентироваться в кромешной темноте и увидеть. Это дополнительный такой бонус магнитных кабелей. Но не все так гладко, не все так просто. Так как это видео-опыт использования магнитных кабелей, то сегодня мы поговорим и о минусах. Минус самый основной, самый популярный, который мне писали, это то, что у людей, которые работают на производстве, у них туда забивается металлическая пыль. То есть что происходит? Допустим, в воздухе витает очень много разной пыли. В основном эта пыль такая мягкая, а есть металлическая пыль. В основном она, конечно, есть на производстве. Поэтому люди, которые покупают магнитные кабели, сразу определитесь, где у вас в основной своей массе будет телефон. Потому что покупать магнитный кабель для того, чтобы этот коннектор постоянно вытаскивать, засовывать, это немножко смешно и немного непонятно, зачем люди покупают. Поэтому, если вы однажды уже воткнули сюда коннектор магнитного кабеля, то определитесь, будет ли он, так как он имеет магнитную в себе составляющую, будет ли он собирать на себя вот эту всю металлическую пыль, стружку и так далее. Конечно же, нет такого, что ты достаешь телефон, а у тебя здесь прямо какая-то стружка нависла, и ты прямо ее убираешь там щеткой. Но у меня, например, такого не было никогда, потому что я использую в обычных условиях, там телефон в кармане у меня, там телефон дома, на работе. То есть я не соприкасаюсь с производством, так сказать. Поэтому у меня никогда не было такой проблемы. Но что дает вот это напыление, которое потихоньку появляется слой за слоем, что дает? Во-первых, некоторые говорили, что у них греется кабель. А я еще писал, да как он может греться? А ведь действительно он может греться, потому что там появляется плохой контакт, там появляется легкая КЗ, потому что металлическая вот эта пыль, она может выстраиваться в такую тоненькую дорожку и соединять контакты металлические. Из-за КЗ, естественно, будет происходить у нас нагрев, потому что будет как раз-таки эта металлическая дорожка нагреваться. Из-за того, что нет хорошего плотного контакта между штекером и коннектором, будет также нагреваться. Ну и, в общем-то, все это влияет на то, что это небезопасно. Поэтому, если вы хотите купить себе магнитный кабель, сначала определитесь, нужен ли он вам точно, вот 100%. Потом поймите, где вы будете его использовать. И только после этого совершайте покупку. Потому что я купил этот кабель, потому что мне хотелось просто попробовать что-то новенькое. Я с удовольствием пользовался и пользуюсь до сих пор. Вот у меня на некоторых телефонах стоят такие пимпочки, вы все это видели. И некоторые даже задавали вопрос, что это такое у тебя? Так вот, пользуюсь, но уже не так часто, как раньше. Пользовался, потому что в последнее время я тестирую и обычные кабели. То есть я покупаю кабели USB-C, USB-C и так далее. Поэтому для тестов мне необходимо двигаться вперед и пользоваться разной техникой. Если я буду только магнитными, которые я уже давно протестировал, то, в общем-то, и интересного опыта не появится, и я не смогу с вами им поделиться. Я думаю, что это видео будет полезно, потому что это видео, это сборник, скажем так, плюсов и минусов магнитных кабелей. И если это так, не забудьте поддержать. От себя скажу, что у меня никогда не было таких проблем с кабелями, что, например, они там у меня нагревались, что-то там коротило, выходило из строя. Все кабели, которыми я пользовался, у меня есть на основном канале их распаковки, их тесты, они все работали и работают прекрасно. Часть из них я подарил, часть из них я там продал, часть из них я разыграл в Инстаграме. Но в целом те, которые у меня остались, это действительно очень крутые кабели, и я с удовольствием ими пользовался и пользуюсь. Важный момент еще, что некоторые говорят, что магнитные кабели не передают данные. Так вот, они данные передают, все зависит от того, какой у вас кабель. Если у вас двухпиновый, то есть два коннектора, то понятное дело, что у вас не будет передачи данных. Обычно продавцы всегда пишут у себя в описании товара, что есть передача данных, там надпись должна быть дата. То есть вот такие вот нюансы. Я проводил кучу разных тестов. Действительно, магнитные кабели, почти все, которые я покупал, я покупал, чтобы они передавали данные, и они данные передавали с нормальной скоростью, поэтому не стоит переживать. Это удобно, это безопасно, при условии, что вы грамотно его купили, грамотно его используете, как и любое другое устройство. Спасибо за внимание, хорошего настроения. Если кому-то интересно, я оставлю ссылки на самые популярные кабели, на которые я делал распаковки, небольшие тесты и обзоры. Смотрите, в тех видео вы уже найдете ссылки на кабели, которые вас заинтересуют. Добра, любви, пока!